Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня я хотел бы поговорить с вами о Грете Тунберг и о том, как она проиграла коронавирусу. Также сразу хочу сказать, что если вы разделяете точку зрения Греты Тунберг и разделяете точку зрения Гринписа и похожих организаций, то вам не стоит смотреть данный видеоролик, ведь он вас оскорбит. Ну а всем остальным приятным и думающим людям приятного просмотра. Не буду тянуть кота за гениталии, сразу перейду к делу и объясню, почему коронавирус победил Грету Тунберг. Давайте немножечко освежим в памяти, кто такая Грета Тунберг. Это активист, который выступает за то, что... За что она выступает? Видимо за то, что планета умирает из людей, то что мы своей промышленностью убиваем планету, лишаем ее детства, лишаем детства, будущее поколение и так далее и тому подобное. И вот Грета Тунберг, ну и похожие ей люди из Гринписа и похожих организаций, все свое существование, они только и делают, что кричат, что нужно как-то исправить ситуацию, что планета умирает и все очень-очень плохо. Но тут вдруг появляется коронавирус и в корне меняет ситуацию для этих людей. И чтобы не быть голословным, давайте я вам прочитаю некоторые статистические данные. Рассмотрим ситуацию на примере Нью-Йорка. Исследователи из Колумбийского университета отметили, что содержание угарного газа в Нью-Йоркском воздухе сократилось на 50% по сравнению с данными прошлого года. Выбросы углекислого газа, который нагревает атмосферу, снизились на 5-10%. Резкое улучшение экологической обстановки произошло из-за уменьшения городского трафика на 35%. И ведь это только на примере Нью-Йорка. А еще у нас есть Китай, который по статистике на 30% от всего мира является загрязнителем планеты. Что воздуха, что и воды. Но Китай тоже встал. И с учетом Нью-Йорка, да и с учетом Китая планета за это время взяла и отрегенерировалась. Получается, что мы всеми своими силами не сможем навредить планеты. Сколько бы транспорта бы не было, сколько бы самолетов не летало, сколько бы танкеров бы не плавало. Если планета захочет, она сама решит эту проблему. Она сама себя почистит. Мы всего лишь пыль на поверхности. Она захотела помыться, то бишь планета. Она создает коронавирус. Все человечество встает. Ну и планета, грубо говоря, тем самым моется и дает хорошего леща. Хороший нокаут и Грети Тумберг, и всем... Ну и что в итоге хотелось бы до вас донести? До того, что ни Грети Тумберг, ни каким другим Зеленым, ни Гренпису верить нельзя. Они существуют только для того, чтобы своими речами вас зомбировать, вытягивать из вас деньги. Потом делать постановочные фотографии, как они едут со своим багажом. Но на самом деле у них есть место в ВИП-классе поезда. Понимаете, к чему я? За все свое существование, я повторюсь, за все свое существование Гринписа, Грети Тумберг и остальных зеленых активистов, они не сделали ничего такого, что сделал коронавирус за пару месяцев. С планетой все хорошо. Это у людей проблемы. Это я перефразировал ныне покойного Джорджа Карлина. Вы понимаете, да? Если планета захочет, она все возьмет и почистит. Поэтому не верьте таким пропагандистам, не верьте таким людям, не верьте зомби, которые получаются после такой пропаганды. Как только встречаетесь, просто отворачивайтесь и не тратьте на них свое время. Ну а самое главное, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok